Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я вот только что снимала видео, где я просто в общих словах рассказывала, что я высаживаю самые неприхотливые, вот Демидов и Настенька. Теперь я хочу рассказать поподробнее, может быть кого-то интересует. Может кто-то хочет просто посмотреть, как я высаживаю. Высадка очень простая. Как я уже сказала, я сейчас высажу, не буду ни притенять, ни поливать, ничего. Просто в подготовленные лунки попарно воткну вот эти томаты. Вот эта ширина всей гряды у меня, вот это вот метр двадцать. Расстояние между вот этими лунками 40 сантиметров. Они там по две штучки. И все, между ними будет колышек. Сейчас я покажу, как я подготавливаю вот эти сеянцы к высадке. Потом, насколько я их заглубляю. Ну, в принципе, и все. Вот это самый простой посев, самый очень быстрый. Сегодня я, конечно, не очень удачный выбрала, день для высадки томатов. Но погода нам спутала все планы. У нас она так нас поджимает, что если я сейчас буду откидывать праздничные дни, откидывать буду вот эти церковные все, когда нельзя на валуне, я вообще ничего не успею сделать. У меня еще подзимый лук даже не прорыхлен, не посеяна морковь. Все это нужно делать. Одни сплошные идут праздники и запреты. Так что я решила не смотреть в лунный календарь и работать каждый день. Надеюсь, Бог меня простит. Все. Если говорить подробно о том, как я высаживаю эти томаты, все делается очень просто. Сначала я удаляю два нижних листика, которые, если не удалить, они обязательно пойдут в грунт. Сейчас я покажу. Вот видите, как низко вот эти листья нижние. Выпалываю траву, удаляю листья. Вытаскиваю из стаканчиков. Укладываю их попарно в уже подготовленные грядки, где у меня добавлена свежая земля, черная, полевая, и перегной. Пока не добавляю я никаких удобрений, потому что это у меня быстрая высадка, без полива, без укрыва, все. Вот эти вот, видите, уже воздушные корни, которые на стебельках. Они взрослые, они уже просят углубления. Я, насколько возможно, я буду их немножко углублять. Потому что везде, видите, вот эти пупырышки. Это значит, что он хочет, чтобы его немножко поглубже. И корневая система очень сильно развита. И вот эта корневая система, которая еще образуется вновь, она даст такой большой толчок, рывок этому растению. Оно будет очень здоровое. Видите, какие корешки. Ну вот вообще прелесть. Очень хорошее состояние. У всех почти цветочные кисточки. Видите, вот в зачатке. Вот, не знаю, видно вам или нет, тут солнце отсвечивает. В самом-самом зачатке цветочная кисть. Это идеальное состояние рассады. То есть, корни здоровые, стволы толстые и хотят еще укорениться. И бутоны уже на подходе выдвигаются. Идеальная рассада. Вот именно сейчас ее нужно высадить. Если ее передержать, качество ее ухудшит. Еще хочу сказать про заглубления. Я вот заглубляю на два листа, которые я обрезала. Но все-таки они остаются в лунке, еще в посадочной. Где у меня остается возможность потом, если я захочу, еще два старых листа, например, удалить и их еще подсыпать. Но сейчас я пока не буду. Пока там образуются новые корни, пусть они укореняются. Это будет поливочная лунка. Вот сейчас у нас стоит жаркая погода. И в такую погоду вот такие лунки очень удобно. Налив сразу много воды туда. Можно неделю потом не думать о поливе. И все. Поэтому я вот эту лунку заглубляю посильнее. И там остается она, ну, короче, большое. Как сказать? Ой. Большой объем вот этой вот лунки, чтобы можно было делать полив вот в такую жаркую погоду. Потом, когда они там пустят корни все вниз дополнительные, можно будет еще насыпать. Ну вот, прошло два часа. Все томаты у меня встроенными рядами высажены. В углубленные лунки сегодня поливать не буду. Полью завтра. Но так как не все вошли, мне надо было всего 20 демидовых и 20 настеньки. Вот там, видите, в лотках остались. Они раннего посева хорошие. Какая судьба ждет тех, кому не хватило места на грядке. Им уготовлено место на ленивые грядки. То есть, я их посажу, там не будет ни колышков, ни привязки. Они будут выращиваться по принципу посадил и забыл. У нас вообще иерархия такая. В первую очередь, самые хорошие высаживаю в теплицу. Все, кто в теплицу не входит, идут вот на грядку на обычную. С колышком, с подвязкой. Если уж и здесь им не посчастливилось, значит, они все едут на грядку ленивку, на гору. Завтра или послезавтра буду высаживать на ленивую грядку. Тоже посажу. Там принцип посадки так же. Они же в стаканчиках. Просто стаканчик в углубление ставлю и все. Вот вся посадка. Все, до свидания. На сегодня у меня посадки закончились. И так сегодня выходной день переработала. Но зато томаты, смотрите, какие зеленые стоят, какие красивые. Они вот, что, уже часа три, наверное, как первые я высадила, не завяли. Ничего с ними не случилось. Завтра будут такие же.